Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш Мукбанк-канал! Сегодня у нас был прямой эфир, и всё, что было на прямом эфире, мы принесли к вам на Мукбанк! Это у нас фасоль консервированная, баклажаны по-корейски, коди хе и узбекский плов. Вот это твоя ложка, бери и бери плов. Бери плов, бери плов. Очень вкусный узбекский плов. Цвет, смотрите, какой золотой, прям красавчик. Зрители на прямом эфире заметили, что у нас в плове мало мяса. Очень внимательные у нас зрители. Да, в Турции мясо дорогое, поэтому если в России мы на 1 килограмм мяса клали 1 килограмм риса, 1 килограмм моркови, то сейчас мы на 1 килограмм мяса. Я хотела палки взять себе, забыла. То есть сейчас мы на 1 килограмм риса, вернее, кладём 400 грамм мяса. Но при этом ты кладёшь говядину, а дома ты кладёшь другое мясо. Ну, говядину, свинину. Утятину. Утятину. Что там с перчиком, как дела? Он великолепно. Великолепный. Наверное, наверняка не горький. Да. 100%. Вообще болгарский. Ага. А вот этот горький. Какой-то немножко подржавел. Странно, ему почти два месяца. И он уже поджавел. Как так может быть? Всего два месяца. Да. На блоговом канале там Ольга Ушакова. Что-то давно, по-моему, в бан напрашивается эта дамочка. Стебётся над нами. Лягушки тут какие-то. Короче, когда мы с тобой мебель выбирали, детям ходили по мебельным магазинам? Она комментарий пишет. Ну, наконец-то, хоть что-то в Турции дороже, чем в России. Икеи нету. И стебёться ржёт. Вообще. А в Турции я вам хочу сказать, что много чего нету. Мы ведём даже список. И много чего дороже, чем в России. Мы сюда приехали, опять-таки, за морем, солнцем и песком. Чего в России есть, конечно, но не такое, как мы любим. Там тоже я вам скажу, такие цены у нас солнце, море. Ну да. Завтра второе? Да. Мы на завтра снимаем, да? Галина Иванченко. Так, привет, мои любимые. Приятного аппетита. Спасибо большое. У моей младшей дочери Полиночки 2 августа день рождения. Исполняется 9 лет. Пожалуйста, поздравьте. Я буду очень благодарна. Заранее спасибо. И скажите, пусть учат таблицу умножения. Дорогая Полиночка, поздравляем тебя с днём рождения. Ты, оказывается, ровесницами шутки. Ему тоже было 18 июля 9 лет. Желаем тебе крепкого здоровья, чтобы мамочка только радовала. Она у тебя замечательная. Успехов в учёбе. Учи таблицу умножения. Мишутка ещё в начале второго класса, то есть год тому назад, уже знал таблицу умножения. А Галина Иванченко, могу порекомендовать вам электронную таблицу умножения. Детям легко учить с ней очень легко таблицу умножения, потому что они как бы из любопытства своего начинают тыкать эти кнопочки, да, и всё равно всё это дело запоминается. Вот. Очень удобно. Мы были ею довольны. Но, честно говоря, Миша её сломал, по-моему, ещё до начала, как выучил таблицу умножения, да? Да. Ну, потом мы его ругали, конечно же, он, шпанишка ещё тот, мы его сильно ругали, но потом заставили его учить так сидеть и зубрить. Он сидел, зубрил, короче, до начала второго класса таблицу умножения уже выучил. И, конечно же, когда выучил таблицу умножения, он очень легко стал отдаваться учёба по математике. Поэтому, Полиночка, учи таблицу умножения, а Галиночка, попробуйте купить электронную таблицу умножения для Полиночки. Будет, я думаю, с удовольствием учить. И знаете, что я вам скажу? Из школьной программы, вот, наверное, пожалуй, единственное, что вам может понадобиться в дальнейшей жизни, это таблица умножения. Прийти на рынок что-нибудь посчитать. Угу. Или зарплату свою, правильно ли вам начислили? Всегда нужно. Да. Синус-косинус не понадобится. И там площадь, круга тоже, наверное, вряд ли. Ну, там, может, раз в жизни. А уж таблица умножения требуется каждый день. Забыла себе палочку взять, буду есть ложкой. Измучилась всё. Так что, Полиночка... День рождения у тебя расти большая. Расти большая, чтобы таблица умножения легко далась. Я помню, это прям всё лето. Дважды, два, четыре. Людмила Алексеева была бы очень признательна и благодарна, если бы вы поздравили меня 2 августа. С днём рождения. Заранее спасибо. Желаю вашей семье благополучия, семейного счастья, достатка и исполнения всех мечт. Огромное спасибо, Людмила. Да, мы вас тоже поздравляем с днём рождения. Всего вам самого наилучшего. Будьте счастливы, удачливы и крепкого здоровья. С днём рождения. Удачливая. Успела написать раньше, чем мы перестали поздравлять. Лилия Пан уже на прямом эфире нам писала, переживала. Но успела аж 20 июля попросить нас поздравить. Старшую дочь Танюшу 2 августа, которая сама мама 4 девочек. Хоть ей исполняется 37, всё равно она для меня доченька моя. Желаем мы ей здоровья, счастья, удачи во всём. И вам желаю хорошего отдыха. Спасибо большое, Лилия. Уважаемая Татьяна, поздравляем, присоединяемся к словам вашей мамочки. Всего вам самого наилучшего, чтобы ваши доченьки вас только радовали. Счастья, здоровья, успехов, удачи. Будьте счастливы. Да. С днём рождения. Гуля Бекназарова. Я хочу вас попросить поздравить 2 августа. Мою единственную доченьку с 30-летием. Каждый день благодарю Бога, что он мне доверил жизнь моей красавицы. Азизочка моя любимая. Будь всегда счастлива и любима. Заранее спасибо. Мы присоединяемся, уважаемая Азиза. Поздравляем вас с 30-летием. Желаем крепкого здоровья, успехов, удачи. Всего вам самого наилучшего. С днём рождения. Луна-Солнце. Привет. Ольга, к вам вопросик. Какими способами вы чистите своё лицо? Жидким мылом? Жидким мылом, да. Иногда пользуюсь мицеллярной водой. С Болгарией ещё привезла с этим. С розой? С розой, да. Пользуюсь до сих пор. Там всё с розой в Болгарии. Туалетная бумага с розой. Мыло с розой. Варенье с розой. Что-то я себе разошёлся. Вкусно? Ну да. Поэтому мицеллярочка и жидкое мыло. Всё. Поэтому чемодана, косметики мы с собой не возим. И слава Богу, да. У нас и так достаточно чемоданов в наших путешествиях. Наргиз Жимабай. Здравствуйте. Смотрю с семьёй вашей мукбанги с огромным удовольствием. Спасибо за ваш труд. Можете, пожалуйста, передать привет моей маме. Её зовут Наргиз. Благодарю. Уважаемая Наргиз, огромный вам привет. Привет-привет. Вопросы. Елена Смирнова. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, где вы и как познакомились? Давно ли вместе? Как уживаются две культуры? Спасибо за вопрос, Елена. Познакомились мы на работе в компании Beeline. В корпоративных продажах. Как познакомились? Мы работали вместе. Да. Наш отдел работал с их отделом. И наши две начальницы решили каждого сотрудника попарно. То есть все отделы работали отдел на отдел. А именно наши два отдела работали в паре. И наши две начальницы каждого сотрудника соединили в пары. И нас соединили в пару с Алексеем. Мы работали в день десятки раз созванивались, переписывались по работе. А потом, когда уволился Алексей, он продолжил звонить. И уже по работе не было необходимости общаться. Уже общались на личные темы. Так у нас и отношения завязались. Служебный, не служебный роман такой. Да. Как две культуры уживаются? Главное, что они культурные культуры. Наверное. А пить будет? Будет. Культурная культура. Все будет культурно-культурная культура. Я вам хочу сказать, что этнические корейцы настолько уже обрусели, что... Как таковой... Ну, что касается еды, Алексей очень любит корейскую пищу. Что касается каких-то традиций, ни Алексей, ни его родственники совершенно были не против, чтобы там... Мишутка в годик принял свой корейский стол. Чтобы на корейский стол... Чтобы был одет в корейский костюм. Совершенно никто не был против. Мы годик, как говорится, ребенку-то отмечаем по-русски. Ну, собственно говоря, пускай еще и так отметил. С большим размахом, скажем так. Извиняюсь. По обычаю, ребенка за столом держит мама... Бабушка со стороны отца. Алексея мама совершенно была не против подержать Мишутку в ханбоке, в корейском костюме, перед этим столом. Ну, как бы... Да. Никаких вообще разногласий нет. Совершенно. Пищевых нет, потому что он любит корейскую кухню не меньше меня. В каких-то там традициях каких-то нет разногласий, потому что ничего такого сверх... естественного или сверх... необычного или сверх криминального в традициях ни в наших корейских, ни в их русских нет. Я с удовольствием буду готовить блины на масленицу, печь куличи на Пасху. Алексей с удовольствием будет есть корейскую пищу и... Короче. Да. Получается, что... Все эти преграды, они такие надуманные. Да. В большинстве случаев. Да. Как у нас был однокурсник, или он как старший курсник, у него был... Его был однокурсник-африканец. Ну, назовем его афроамериканец, но он не американец, а из Африки был. И он иногда говорил, будешь ли там сало кушать? Он говорит, а больше ничего нету? А, больше ничего нету. Тогда буду. Поэтому, при том, что он был мусульманин. Вот. И он потом, когда резал сало, говорил, бог простит, натовный бог. И в этом смысле он был молодец такой, гибкий, так сказать, во всех. И в наших начинаниях он тоже принимал участие. При этом, естественно, без какого-то фанатизма, пищевого, так сказать. Когда пришел в гости, ты пришел в гости, а у принимающей стороны из еды только сало. Он не стал говорить, что да я, да вот, да туда-сюда. Он съел, отрезал кусочек этого сала. Он сам пришел в гости. Это было, знаете как, окончание института, вручение диплома. И студенты отмечают. Ну, он из, так сказать, из соображения поздравить, зашел, поздравил. Выпил рюмку водки, съел этот кусок сала, хлебушка. Воды запил, он всегда запивал эту водку. Он так и не мог пить. Я считаю, что если даже две кардинально отличающиеся культуры, где вкусовые пристрастия совершенно разные, все равно могут ужиться, ну, готовьте, ешьте, там, одна культура ешь, одно, другая культура ешь, другое, правильно? К примеру, мусульманин и украинка, да? Я знаю такую семью. Украинцы очень любят сало. Мусульманам нельзя сало. Украинка может привезти из своей Украины кусочек сала и потихоньку есть его сама. Причем здесь муж, правильно? Муж может не есть. Муж может есть совершенно другое. И она, например, приходят они в гости к свекрови, а свекровь приготовила турецкий национальный суп с йогуртом и нутом. Муж с таким аппетитом накинулся на этот суп. Она говорит, а я его не люблю. Она сидит, ест арбуз, а он сидит, ест, уплетает этот суп чашку за чашкой. Ну, в чем проблема? Ну да. Нет проблем. Пожалуйста. Она ест что-то другое. Точно так же она в другой раз будет сидеть, уплетать сало, а он будет там что-то другое есть. Даже в таких ситуациях, когда вот такие кардинальные, вкусовые и религиозные какие-то обычаи, пристрастия и так далее. Даже тогда можно найти какой-то компромисс. Если люди друг друга любят, то вообще нет никаких преград, я считаю. Но здесь еще знаешь, что от чего зависит? От любовь, да. И еще зависит вот от чего. От внутренней, как сказать, не то чтобы культурности какой-то, а человек себя принимает такой, какой он есть, и он понимает, что он, например, вегетарианец. Это еще более крайний случай. Он вегетарианец, да? Он пришел на праздник, где сидят люди, кушают вегетарианскую пищу. Он же здесь такой один, и он не обязан кидаться, готовить специальную еду, чтобы она была веганская, вегетарианская или веган, что еще более сложное, чем это. Я как-то читал статью, и человек питается все по этой науке, как положено. И он говорит, я прихожу, если я вижу, что нету ничего, то, что мне там разрешено, я кушаю то, что я считаю, ну, более-менее, так сказать, меня устраивает то, что я бы хотел съесть. Скушаю и говорит, я знаю, что мой организм от этого не умрет, я сам себя от этого хуже не буду себя чувствовать. Ну, как сказать, никакие там мои принципы устоя не рухнут при этом. И все, просто человек себя, как сказать, чувствует увереннее, скажем так. Ну да. Вот в этом, собственно, и получается, что человек сам себя принимает такой, какой он есть. И он понимает, что, да, он сегодня скушал, как вот пример с этим африканцем, сегодня он скушал сало. Он говорит, Бог простит. И он понимает, что это сало там раз, ну, не в жизни, а раз в год даже он съест кусок сала это. Ему от этого хуже не будет. Ну да. Если это не яд, то, как говорится, все, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Ну да. Как так говорят, но тут уж еда-то она. Современная еда, конечно, много в наших магазинах всяких полуфабрикатов, которые бывают разного качества. Но у нас полуфабрикаты бывают редко. Мы больше из соображений, как тут у нас попробуйте такие-то пельмени, мы пошли попробовали. А так, в основном, все у нас есть, как говорится, золотые Олины ручки, которые готовят вкусняшку. Спасибо. Да. Хотя. Мы тоже, говорится, Оля готовит еду. Иногда тут раз вопрос встал, надо на мукпанг снимать что-то, приготовить, да. Но при этом в холодильнике есть еда, но она может быть не такая яркая, может быть она там порция того, порция этого, порция этого, она может как-то не на стол, да, не такая красивая. Пошли, поэтому эти пельмени-то и купили. Пельмени купили, съели, а то еду доели там на следующий день. Ну, факт, что... За кадром. За кадром, да. Ничего с нами не сделаешь. Ничего такого в этом нет. Ну, да. Значительно, наверное, сложнее в тех семьях, где такие семьи тоже есть, где женщина не готовит, где жена не готовит, а все старается где-то вот купить, заказать. Вот. Тогда, может быть, даже сложнее людям, да? Муж хочет вкусной домашней еды, а ему там какого-нибудь лошкаревого, да? Невкусного. Ну, это, конечно, жесткий пример ты привела с лошкаревым. Извините там, товарищи. Но ваши пельмени вообще ни о чем. Да. Это как анекдот, да? Жена вся такая в поте лица, значит, это самое, пельмени. Целый день лепила. Целый день лепила, устала. Уже все. Я сокрутила. Язык на плечо, а муж пришел, ест пельмени, она ждет, когда он ее похвалит, а он говорит, жена, больше такие пельмени не покупай. Она говорит, какие-то теловые пельмени больше такие не покупай. Да. Очень вкусно. Пловешник очень вкусный. Мы планируем, сегодня мы не угощали соседей наших, планируем приготовить, купить много баранинки, такой хороший, мясистый. Из нее приготовить пловешничек. И вот тогда будем с соседями. Чтобы они сразу почувствовали, какой он должен быть плохо. А так вообще, изначально, когда начали вместе жить, конечно, было интересно, какие-то блюда, традиции. Мы еще сразу, как начали вместе жить, попадали на всякие праздники корейские. Кто был на корейских праздниках, те понимают, о чем речь. То есть, много блюд, которые в простой жизни не готовят. И они вот на празднике, они все на столе, и стол ломится. Вот. И какие-то там, вот здесь как раз какие-то традиции, и можно и увидеть там обязательно. Такие праздники, танцы, потом национальные наряды очень часто, такие женские. Ансамбли национальные корейские тоже там зажигали. Потом, ну это уже современная такая, там мы были, приходили художники, рисовали всех. Просто садишься, всех подряд рисуешь. Это уже не корейская традиция, просто так. Ну, современная такая традиция, ну хорошая такая. Художники, потом эти аниматоры, фокусники были. А, ну вот я один момент могу вспомнить. Ну, это была не моя родная тетя, это была, ой, дай бог не соврать, не то двоюродная, не то троюродная моя тетя, так близко мы с ней не общаемся. У нее был юбилей, мы все туда приехали. Вот. И мы, как младшие племянники, как вот младшее поколение, да, должны выйти, поздравить и сделать черри. Кто корейцы меня поймут, да. Это терри, это, значит, поклон. Младшее поколение, младшие по статусу делают этот поклон в дань уважения к юбиляру. Юбиляру, да. Да. Вот. И в тот момент вышли-то мы все, и Алексей в том числе, в тот момент мы все, значит, делали этот поклон. Прям просто, ну, условно говоря, присаживаешься и вот так головой просто наклоняешься. Все. Там не обязательно лбом пола касаться. Нет, не обязательно. Просто вот так присаживаешься, руки на пол ставишь и поклон делаешь на корточках, условно говоря, да. Вот. Алексей этого не делал. Но, опять-таки, если бы это была бы не тетя пятая вода на киселе, да, а если бы это была бы моя мама, он бы сделал бы, не переломился. Правильно? Ну, тогда, я думаю, ты мне объяснил бы, что надо сделать. А, ты даже не знал, когда вышел? Я не знал, я просто. Он доказал. Просто вышли поздравлять. А потом стали садиться и кланяться. А потом стали, да, делать поклон. Да, ну, Алексей в этот момент стоял. Ну, ничего страшного, все поняли, что он не знает этой традиции, он совершенно другой национальности, он первый раз такое вообще видит. Вот. А, конечно, если это будет у моих родителей или там моя родная тетя, с которой мы в тесных отношениях, да, очень близких, то, конечно, Алексей тоже присядет и поклонится, ничего здесь такого нет. Правильно? Ну, мы же, в принципе, мы сходили поздравляли, мы же говорили, как сказать, слова, их с места не скажешь слова-то. Ну, да. Поэтому там, по-моему, микрофон был, что-то такое, я не помню. Да, 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 там, а да, микрофон, все как положено, ресторан. Да, да. Вот. Поэтому вот такие моменты, ну, это может быть и моя ошибка, конечно, но, с другой стороны, опять же говорю, я с этой тетей вообще не общаюсь. Мы настолько далеки друг от друга, просто вот когда юбилей наступает, приглашают всех родственников, а справляли они это все дело в Москве, и мы были в Москве, почему не поехать? Мы поехали, да, родственники, а так, чтобы, я даже не знаю, где она сейчас, не то в Корее, не то в Швеции, не то в Подмосковье, вот до такой степени отношения, понимаете? Поэтому ничего страшного, что Алексей не сделал поклон. Ну, опять же, я не хотел же там ее оскорбить или обидеть, я вообще не понимал, что происходит. Ну, да, вот как-то так. А еще, да, а еще у корейцев русских имен больше, чем у русских. У меня фамилия Никифоров, а теща моя Никифоровна. Да. Поэтому и все... Такие старорусские имена, как Агриппина у меня тетя родная. Да, да. И все родственники возьмешь, там все такие имена такие старорусские. Русских сейчас больше всяких там этих... Милана. Да, 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 да. У меня есть какая-то двоюродная или троюродная у меня племянница есть? Милана. Говори. У моего двоюродного брата внучка. Какая мне получается? Ну, в общем, сложная. Внучатая племянница. Внучатая племянница, да. Вот она Миланка. А сейчас ты пойди в детский садик любой, там сейчас обнаружишь разных имен. Ну, такой прикол же был, да, там Эдуард, Альберт, там еще кто-то одна, я Сережу вывела на прогулку. Альберт еще туда-сюда, там сейчас есть каких, только нет имен. Ну, да. Вкусно покушали. Очень вкусно, очень сытно. В общем, друзья, а мы даже не сказали ссылочки на рецепт плова, на рецепт кадихея, на рецепт фасоли. Салат из фасоли консервированного. Все ссылочки вы найдете внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Да, да. Ой, мы на едушке. Так, всех мы поздравили, сейчас проверю. Проверь. А то вопросы, вот этот вопрос ответили, да. В общем, да, у нас культуры уживаются великолепно. Никаких проблем с этим нет вообще. Вроде все, может тут всего не писал, но... Но в любом случае... Кстати, там... Привет мы передадим в любое время. Кто-то был очень высоко. Кто-то был очень высоко. Сейчас поищу. До этого момента быть не может. Сейчас, я тут находил очень высоко кого-то. Просил поздравить. Возможно, уже поздравила, сейчас удалила. Ну да. Да, наверное, все, да. У нас осталось буквально раз, два, три. Очень высоко Галина Иванченко была. Пять. Пять человек осталось на поздравлениях у нас. Да. Вот, друзья, пишите нам вопросы, будем отвечать теперь на ваши вопросы. Да. Вот. Ну, а это видео уже будем заканчивать. Мы налопались. Все было очень вкусно. Рекомендуем абсолютно все. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь напишите. Или привет, или вопрос. И кто другое вместе. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok